всем привет меня зовут шура и в этом видео мы с вами свяжем вот такую вот крутую сумку из рафии выглядит она с обоих сторон одинаково абсолютно использовать мы будем здесь три вида узоров крючком как вы уже заметили это первый рисунок второй рисунок обвязка наши детали и третий рисунок это вот такой вот ротанговый я не знаю косичковый узорчик на боковушках понадобится нам с вами всего один моток рафии рафию я использовать буду из пи шикарная рафия обязательно не забудьте ее подготовить то что вот таком вот виде она ну ну очень тонкая получается поэтому ее желательно подготовить то есть отпарить но это еще не все то есть смотрите вот так выглядит полный моток и у нас еще почти пол мотка останется то есть если вы возьмете точно такие же заготовки как у меня и будете вязать точно такого же размера сумку у вас останется еще приличное давайте так скажем количество рафии то есть вы можете сделать те же самые ручки из рафии вы можете сделать ремешок из рафии вы можете полностью сделать все из рафии то есть расход нам позволяет соответственно если вы возьмете заготовки чуть-чуть побольше то примерно до 20 сантиметров вам должно хватить одного мотка более подробно материалах мы с вами поговорим позже пока хочу показать вам поближе нашу сумочку вот такая вот сумка у нас с вами получится вот здесь мы можем сделать отдел получается этот на молнии можем оставить точно так же как и я я если честно не люблю возиться с замками в принципе тут и так все хорошо закрыто и держится это достаточно плотно ремешки цепочки ручки все это может быть любого цвета любого формата любого размера я это покажу вам в самом конце видео то есть я примерю сюда кучу разных вариантов и вы для себя можете сможете уже определить что именно вам больше понравилось как вам больше нравится будет интересно носить данную сумку и давайте сейчас поговорим о материалах и начнем вязать и так для вязания нам понадобится один моток рафии из пи здесь идет у нас 250 метров в принципе подойдет любая рафия главное чтобы она была не крученая далее это два крючка можно разного размера можно одинакового первый крючок это основной крючок номером 4 для вязания основного полотна и второй крючок вспомогательный для обвязки нашей вот такой вот заготовочки заготовки могут быть разные то есть все зависит от вашей фантазии и от того какого размера вы хотите сумочку у меня заготовка сделанная из фанеры 4 миллиметра диаметром 16 сантиметров и вот здесь вот она у меня идет не знаю как правильно в ширину в длину вот то есть вот здесь 1 и 3 миллиметра опять же расстояние может быть вот здесь любое диаметр может быть любой чем больше сумка тем больше диаметр ну вот мне кажется 16 сантиметров это самый минимальный размер таких вот заготовочек нам понадобится 2 сделать вы их можете в любом месте где режут донышки то есть также вы можете заказать просто круг у них очень много кстати остатков помогут их и просто так отдать когда вырезать донышки детали какие-то вот такое вот остается для чего они нужны все мы с вами знаем что рафия это достаточно мягкий материал да то есть ей нужен такой форма держатель ей нужно помогать держать форму поэтому мы используем всегда вот в шляпах сумках и так далее либо китовый ус либо еще какие-то специальные трубки есть термоусадочные трубки ну всякие разные кто-то берет даже трубки от капельниц то есть они тоже подходят принципе если нужно небольшой отрезок она хорошо будет держать форму и плюс она еще пружинит так что выбираем себе заготовки заказываем их на заказ либо узнаем может быть есть какие-то вот такие вот одинаковые остатки очень удобно и очень красиво получается во первых форму держит а во вторых интересный рисунок начинаем с кольца амигуруми то есть вот таким вот образом мы закладываем хвостик под рабочую нить придерживаем все это дело пальчиком и вытягиваем первую петельку теперь нам нужно с вами набрать 6 столбиков в кольцо вот этот вот первый мы тоже считаем первый ряд мы с вами закроем хвостиком чтобы было максимально симметрично а потом уже будем закрывать обычными способами если вам нравится мой любимый способ хвостиком то можете оставить хвостик подлиннее и закрывать все ряды хвостиками итак первый столбик мы считаем далее 2 3 4 5 и 6 вот что у нас с вами получилось теперь колечко затягиваем затягиваем посильнее и убираем нашу рабочую нить из последней петельки берем хвостик и закрываем ряд привычным для нас способом то есть находим самую первую вершину от нашего первого столбика вставляем крючок под нее захватываем нить вытягиваем на эту сторону на обратную далее вот она вот эта перемычка от петли и в середину вершины если петля слишком сильно выпирает ее можно подтянуть просто потянув рабочую нить и так вот что у нас с вами получилось второй ряд по принципу стандартного круга у нас идет 6 прибавок то есть мы в раскол первый ряд мы вяжем в раскол чтобы у нас не было никаких дырочек вот здесь посередине нам нужно в каждую петельку провязать по два столбика находим самую первую петлю вот она немножко затянулась из-за того что я вытягивала хвостик вытягиваем первый столбик сюда же вставляем крючок и вытягиваем второй столбик далее находим следующую петлю вставляем крючок в раскол то есть как мы вяжем галочки до вытягиваем первый столбик и сюда же вставляем в раскол крючок и вытягиваем второй столбик вот так далее находим следующую петлю вставляем крючок в раскол сзади обязательно проверяем чтобы тоже выйти в раскол захватываем нить первый столбик сюда же вставляем крючок и второй столбик таким образом мы провязываем до конца ряда вот я провязала ряд и закрыла его хвостиком все теперь хвостик мне не нужен его мы либо можем вязать вязание сразу либо потом по петелькам спрятать и теперь начинаем вязание нашего основного рисунка наших косичек вставляем крючок под вершину то есть не в раскол а под вершину и вытягиваем первый столбик далее следующая вершина и второй столбик вот что у нас с вами получается то есть мы провязали два столбика начала ряда у нас должно быть вот здесь между нашей галочкой первый самый столбик должен быть между галочками теперь вставляем крючок вот сюда то есть вот она наша самая первая галочка под эту же вершину мы вставляем крючок захватываем нить и вытягиваем петельку далее вот она видите наша следующая прибавка то есть вот 1 прибавка откуда мы начали вязать и вот она следующая прибавка в нее то есть в основании этой прибавки мы вставляем крючок и вытягиваем следующую петлю вот так и провязываем нашу первую косичку далее нам нужно провязать 2 столбика как в самом начале вставляем крючок первый столбик у нас выходит между прибавкой и второй столбик между двумя прибавками вот так вот теперь снова мы вставляем крючок вот сюда под первый столбик из двух захватываем нить и вытянули первую часть косички далее вот она следующая прибавка в основании этой прибавки вот сюда мы вставляем крючок и вытягиваем новый провязали вот у нас вторая косичка далее вот здесь снова два столбика первый столбик между прибавкой и второй столбик между прибавками 2 и снова повторяемся первую часть косички мы вытягиваем из-под первого столбика вторую часть из-под следующей прибавки теперь три петли мы провязываем вместе вот у нас уже 3 коса таким образом мы вяжем до конца ряда и так я довязала до конца ряда у меня получилось 1 2 3 4 5 6 косичек теперь будем закрывать ряд немножко вытянем эту петельку находим самую первую вершину от самого первого столбика вставляем эту петлю сюда теперь это все хорошенько вытягиваем натягиваем и делаем воздушную петлю все закрепили теперь между каждой косичкой в каждом новом ряду у нас будет добавляться по столбик то есть тот же самый стандартный круг в каждом ряду добавляем по одному столбику теперь смотрите вставляем крючок самую первую получается вершину и начинаем вязать вытянули петлю и вытащили крючок теперь вставляем крючок в обратную сторону и провязываем теперь у нас не видно никакого соединения продолжаем вязать второй столбик и вот смотрите если в предыдущем ряду у нас было два столбика между косичками в этом у нас будет три но так как начало у нас будет между косичкой ряд мы начали посередине два столбика и закончим ряд одним столбиком сейчас я покажу вам это теперь вот мы с вами дошли до нашей первой косички вставляем крючок опять же во второй столбик от косички под него вытянули петлю и вот здесь вот он первый столбик после косички под него мы вставляем крючок захватываем нить и провязываем следующую косу далее вот здесь если мы уберем нашу косичку вот у нас освободилась вершина нашего столбика вставляем крючок и провязываем в неё первый столбик далее в следующую вершину провязываем второй столбик и вот она следующая вершина третий столбик у нас получается три столбика между косичкой и мы подошли уже к следующей косички теперь отсчитываем 1 2 столбик до под 2 столбик мы вставляем крючок вытягиваем петлю и вот он первый столбик после косички под него вставляем крючок и вытягиваем петлю провязываем новую косу далее вот здесь косу отодвигаем у нас показывается вершина вставляем крючок под неё первый столбик далее в следующую вершину второй столбик и в следующую вершину третий столбик мы подошли к следующей косе опять же под второй столбик от крючка мы вставляем крючок первая петля и вот он первый столбик после косички под него вторая петля отодвинули и продолжаем вязать таким образом до конца ряда я подошла к концу ряда у меня видите провязала последние три петельки и у меня осталась последняя косичка провязываем ее вместе вот так вот и теперь в начале ряда у нас было с вами два столбика нам нужно сделать третий столбик для симметрии вот здесь отодвигаем косу и вяжем третий столбик вот сюда в соединение вот так вот теперь закрываем ряд немножко вытянем петельку вставляем вершину первого столбика захватываем петельку вытягиваем на эту сторону хорошенько подтягиваем эту петельку и воздушную петлю вот что у нас с вами получилось теперь следующий ряд у нас уже между косичками будет 4 столбика начинаем ряд с первого же столбика вытянули петлю придерживаем пальчиком меняем положение крючка и вот у нас первый столбик видите никаких соединений тоже не видно и продолжаем вязать второй столбик то есть начало ряда у нас никогда не меняется далее мы подошли к первой косички под второй столбик от крючка и вот здесь под первый столбик после косички вот у нас уже видите 1 2 3 часть косы отодвигаем вот эту косу вставляем крючок под виднеющиеся вершину 1 следующая вершина 2 следующая вершина 3 и 4 новый столбик 4 подошли к следующей косе под вторую петлю 1 под первую после косы 2 вот так и продолжаем вязать таким образом нам нужно провязать 7 кос высоту то есть вот смотрите вот здесь мы в этом ряду у нас будет три косы то есть вот эту самую первую мы считаем 1 2 3 таких вот косичек у нам нужно с вами провязать 7 штук в каждом ряду у нас между косами будет добавляться по одному столбику то есть здесь 4 дальше у нас будет 5 6 и так далее вяжем с вами до тех пор пока у нас вот этих косичек не получится 7 штук и не забываем обязательно считать чтобы не сбиться и не получилось у нашему нас между косами неровное количество петелек здесь это очень легко сделать потому что если мы не отодвинем косу можно не заметить вот эту первую петельку и продолжить вязать вот сюда поэтому старайтесь считать и не пропускать петельки и так я провязала нужное мне количество рядов у меня вот здесь получилось раз два три 4 5 6 7 елочек и смотрите данное количество рядов рассчитано на заготовку 16 сантиметров диаметром то есть если ваша заготовка больше то вы вяжете больше рядов то есть примерно мы присматриваемся так чтобы у нас вот таким вот образом наша заготовка видите она получается в виде ромба и чтобы вот наши вот эти уголочки касались нашей заготовки такого диаметра будет достаточно вот и вот эта вот часть она у нас натянется и станет более менее ровная то есть когда мы с вами обвяжем нашу заготовку вот в этом месте нам понадобится второй крючок понадобится он нам для того чтобы наши петли не съехали я самым обычным способом вот видите то есть я закончила вязание вставила крючок в вершину захватила нить и закрыла ряд все ничего мы здесь больше не делаем вытягиваем петельку посильнее берем нашу заготовку и теперь смотрите вставляем ее таким образом чтобы наша вот эта рабочая нить осталась сзади вытягиваем петлю посильнее и провязываем такой вот столбик теперь вот для чего нам нужен крючок чтобы наши вот эти петли когда мы вот сюда будем заходить да допустим ведь они съезжают и чтобы вот они не съезжали а были идеально ровными нам понадобится второй крючок и что мы делаем теперь вставляем крючок дополнительный крючок вот в эту вот петельку то есть обязывать мы будем в галочке вставляем в галочку в раскол захватываем нить и вытягиваем на одном уровне убираем крючок вставляем наш рабочий крючок и провязываем петельку видите у нас здесь ничего не перекрутилась все идеально ровно теперь смотрите как мы обвязываем сейчас уберу то есть я это сделала чтобы вам показать и обвязывать мы будем вот таким вот способом то есть мы вытянули петлю первую вставляем крючок в следующую галочку вот видите вот она следующая галочка вставляем крючок в следующую галочку в раскол точно также захватываем нить и вытягиваем ее на том же уровне придерживаем пальчиком и одеваем ее также на крючок теперь вот видите у нас смотрите две петли из двух столбиков на крючке мы провязываем их одной вместе вот что у нас получается теперь нам нужно вставить крючок вот сюда предыдущий столбик и в следующий столбик вот он под нашей косичкой вставляем крючок в последний столбик который у нас был захватываем нить вытягиваем и одеваем ее на крючок далее вставляем в следующий столбик вот он который у нас под косичкой также в раскол и вытягиваем еще одну петлю теперь вот эту вторую одеваем на крючок вот что у нас с вами получается одна петля у нас выходит из предыдущего столбика и вторая петля из следующего провязали далее вставляем крючок снова вот сюда в последнюю петельку откуда у нас выходил предыдущий столбик и вот сюда в середину но в середину мы вставляем так чтобы пройти через обе вот эти вот галочки косички то есть вот таким вот образом и вот эту вот верхнюю отодвигаем и входим в середину обоих галочек и вот здесь тоже ровно по середине и так вставляем сначала в предыдущий захватываем нить вытягиваем одеваем петлю на крючок и вставляем в серединку то есть в нашу косичку вытянули одели обе петли на крючке и провязываем их вместе мы провязали с вами три столбика то есть вот здесь вот по вершинам можно посчитать раз два три вершины теперь над каждой косичкой у нас будет идти прибавка то есть дополнительный столбик мы вставляем крючок снова в косичку вытягиваем петлю но не продолжаем ее мы одеваем ее на крючок и провязываем вот так вот она получилась наша четвертая петелька теперь мы снова вставляем крючок в нашу косичку и уже получается третья петля из нашей косички теперь мы делаем двойной столбик то есть одели петлю на крючок и вставляем крючок в следующую галочку снова вяжем двойные столбики одели на крючок и провязали теперь снова двойная то есть мы делаем 3 двойных столбика снова как самом начале 1 петля одели и из следующей 2 провязали 2 2 двойной столбик снова из предыдущей вытащили одеваем на крючок и из следующей вытащили и снова одеваем на крючок вот у нас еще один двойной столбик теперь смотрите вот здесь между косичками у нас 8 столбиков то есть три столбика мы провязываем двойными столбиками и в каждый из двух вот этих вот центральных столбиков мы провяжем такую же 1 на такой же одинарный столбик то есть мы делаем прибавку вот здесь над косичкой и вот здесь в середине между косичками делаем двойной столбик 1 2 одеваем петлю на крючок и провязываем его вот у нас видите 1 2 3 4 и из этого четвертого мы вытягиваем теперь один одинарный столбик 1 теперь делаем двойной столбик чтобы перейти на следующий вот из этого опять же 4 столбика мы вытягиваем первый столбик одеваем на крючок и в следующую петлю мы вытягиваем второй столбик одеваем на крючок делаем 1 двойной столбик и мы перешли на четвертую петлю с этой стороны то есть вот она первая петля видите она под косичкой 2 3 и вот она 4 то есть две вот эти центральные петельки до 2 вот этих центральных столбиком и провязываем дополнительные прибавки то есть мы перешли на четвертую петлю и здесь точно так же как и в предыдущей мы вывязываем 1 одинарный столбик вот так все теперь переходим дальше до косички вяжем двойные столбики вставляем сначала в предыдущую вытягиваем и одеваем на крючок и в следующую галочку вытянули одели на крючок и провязываем вместе снова в предыдущую вытянули одели на крючок и в следующую одели на крючок и провязываем 2 вместе и в следующую предыдущую и вот мы подошли к косичке в серединку косички мы вставляем крючок и вытягиваем вторую петельку провязали теперь вот здесь серединке у нас с вами идет одинарный столбик 1 то есть прибавка вот так вот эти петельки мы расправляем чтобы у нас все сильно не растягивалась и не натягивалась и теперь продолжаем вязать двойные столбики то есть заводим крючок снова предыдущую петлю то есть косичку и в следующую галочку вот так и теперь вяжем двойные столбики вот сюда до четвертого столбика нашего то есть ничего такого сложного здесь нету на первый взгляд это может показаться наверное таким тяжелым расчетом да но в принципе ничего такого здесь нету за счет того что у нас вот это вот часть она больше и ей в каждом ряду нам нужно делать прибавку чтобы наш круг не стянулся мы увеличили количество прибавок то есть мы не делаем 6 прибавок мы делаем 12 прибавок то есть примерно длина вот этой части у нас в два ряда поэтому мы сделаем в этом ряду 12 прибавок получается так что это только на первый взгляд кажется сложным и так вот видите посчитаем 1 2 3 4 теперь у нас одинарный столбик переходим на следующий двойным столбиком на следующую галочку подтягиваем и снова одинарный столбик все теперь двойными мы идем до следующей косички почему мы делаем двойные они одинарные столбики то есть если мы допустим будем в каждый столбик по одной вязать а и делать такие же одинаковые прибавки то есть просто вязать в один в одну галочку два столбика да то есть как обычно мы это все делаем будет не очень красиво смотреться вот эта часть то есть она будет просвечиваться через наши столбики когда мы делаем вот такой вот двойной столбик мы перекрываем внутри нашу вот эту вот заготовку оставляем ее внутри чтобы она у нас не просвечивалась и была аккуратно идеально ровная такая то есть мы прячем ее внутри и заодно у нас получается вот такой вот красивый рисунок плетеный и так я довязала до конца ряда теперь нам нужно закончить ряд нам нужно с вами провязать получается соединить вот этот последний столбик и вот этот вот самый первый столбик мы вытаскиваем одну петельку отсюда и одну петельку самого первого столбика чтобы сделать ровное соединение вот так вот теперь вставляем первая петельку меня немножко затянуты и и маленьким крючком достану и закрываю ряд вот что у нас с вами получилось смотрите кто-то скажет мы же вяжем один столбик да почему прибавка если мы посчитаем вот как раз по вот этим вот вершинам у нас получается над двойным вот этим вот столбиком до который выходит вот у нас вот здесь да вот так вот отсюда сюда у нас одна вершина а когда мы провязываем еще один сюда же в эту же петельку одинарную нас полу появляется дополнительная вершина точно так же когда у нас переход идет да вот эти вот между четвертыми столбиками переход идет в между ними еще одна вершина далее мы снова вяжем одинарный столбик у нас еще дополнительная вершина появляется то есть если мы посмотрим по вершинам у нас появляются дополнительные столбики если вы посчитаете то же самое будет для тех у кого вот такая вот заготовка будет большего диаметра до прибавки вы делаете точно так же то есть если у вас вот здесь будет такое же расстояние как у меня то есть ну примерно два ряда до два ряда соответственно вам точно так же нужно будет сделать не 6 прибавок а 12 и точно так же вы делаете одну прибавку вот здесь и вот между косичками и одну вот здесь вот над косичкой то есть мы вяжем дополнительные столбики здесь и здесь просто между вот этими прибавками у вас будет другое количество столбиков то есть допустим у вас 10 столбиков да у меня здесь восемь столбиков у вас например будет 10 столбиков 12 столбиков да там и так далее допустим 12 до столбиков вы вяжете 6 6 вяжите дополнительный столбик делаете переход между ними на следующий столбик и вот здесь вы вяжете еще один дополнительный столбик это получается точно также 6 но уже с этой стороны и все то есть ничего сложного нету вяжется обвязывается точно также просто меняется вот здесь количество двойных столбиков все ну а теперь мы перейдем к вязанию нашей боковушки то есть наших половинок вот этих вот вот у нас мы закрыли ряд делаем воздушную петлю подъема и продолжаем вязать вот таким вот образом за обе стенки нашей вершины мы провязываем столбики без накида то есть делаем подготовку к нашему ротанговому узору то есть весь ряд мы обвязываем вот таким вот образом без прибавок и убавок мы вяжем просто в каждую вершину по одному столбику вот так вот первый ряд дополнительный связан и он у нас останется внутри нашего узора теперь вытягиваем петельку и вставляем крючок смотрите вот сюда вот под первую галочку то есть опять же в ту же вершину куда мы вязали с вами столбики вот таким вот образом вот видите и провязываем столбик далее заводим крючок под пол петельки так скажем да вот видите она наша галочка под пол петельки и под следующую галочку под следующий столбик вытягиваем смотрите на одном уровне на ключ с петлей на крючке и провязываем далее снова мы заводим крючок вот сюда в серединку наши петельки вот видите то есть не за обе стенки да если мы вот так вот посмотрим вот она наша галочка не за обе стенки а только за переднюю за одну стенку и вставляем крючок вот сюда под следующий столбик снова вытягиваем на одном уровне с петлей на крючке и провязываем снова заводим крючок за переднюю часть вставляем под следующий столбик на одном уровне накрыть петлей на крючке и провязываем и повторяемся вот что у нас с вами получается такой узор елочки но уже в другую сторону видите за переднюю стенку и в следующую галочку на одном уровне и провязываем таким образом мы вяжем с вами до конца ряда обязательно не запутайтесь заводим только за одну стенку потому что если вы возьмете заведете крючок за обе стенки он у вас так сильно не растянется и будет не очень красивый смотреться столбик и не забываем обязательно вытягиваем вот эту петельку на одном уровне иначе наши вот эти вот косичка вот это вот наши затянется и будет некрасивая зачем мы провязывали с вами вот этот вот дополнительный ряд из столбиков вот этот вот затем чтобы у нас вот это наша коса не просвечивалась вяжем до конца я покажу вам что делать дальше итак 1 я закончен я провязала последний столбик и у нас теперь вот такая вот дырочка нам нужно ее закрыть вставляем крючок точно так же за переднюю стеночку и вот здесь самую первую вершину нашу и через нее вот через вот эту петельку мы закрываем ряд видите вот такое вот соединение у нас получилось ничего не видно делаем воздушную петлю и теперь мы точно так же как и в самом начале делаем дополнительный ряд внутренний да так скажем ряд для поддержания формы но теперь смотрите если мы раздвинем вот эти вот наши елочки вот у нас вот здесь виднеется вершина от предыдущего нашего ряда подъемного в эту вершину нам нужно вставить крючок и вытянуть наш первый столбик вот так вот то есть вот смотрите мы открываем вот у нас виднеется предыдущая вершина вот так вот можно за одну часть этой вершины видите можно за обе то есть как у вас получится как пройдет крючок так и вставляем главное нам за зацепить вершину предыдущего подъемного ряда вот таким вот образом то есть видите если мы свяжем если мы будем вязать вот здесь просто за вершину этого ряда то у нас вот тут вот видите образуется даже не знаю как показать дырка и чтобы вот этой дырки не было и чтобы ряд у нас был красивый аккуратный нам нужно зацепить часть предыдущей вершины внутреннего ряда вот так без прибавок и убавок мы провязываем ряд столбиками без накида цепляя предыдущую вершину внутреннего ряда вот так это будет выглядеть то есть вот она провязали и так я довязала ряд до конца закрыла его сделала воздушную петлю подъема и теперь смотрите чтобы наша косичка была ровная то есть не шли все наши иголочки в одну сторону мы разворачиваем вязание вот так вот и будем вязать обратный ряд то есть изнаночный ряд для этого с обратной стороны мы вставляем крючок вот видите вот она наша первая галочка вот сюда в основании этой галочки вот так вот захватываем нить и вытягиваем первый столбик вот так вот видите он у нас будет выглядеть и провязываем него так вот до захватываем нить а прямым хватом вот таким вот образом далее заводим крючок точно также за переднюю стеночку ближнюю к нам и вот сюда в следующую петельку то есть под следующую галочку точно так же как мы вязали предыдущий ряд только с изнаночной стороны вот у нас две петли на крючке и прямым хватом мы провязываем их вместе вот так далее вот она видите наша вот эта петелька следующая и вот она следующая галочка мы вставляем крючок сначала под эту петельку и потом под следующую галочку сзади захватываем нить вытягиваем петлю на одном уровне на крючке с петлей на крючке и прямым хватом мы протягиваем все петли через нее вот так разворачиваемся захватываем следующую вот эту петель и вставляем крючок под следующую галочку захватываем нить вытягиваем на одном уровне с петлей на крючке вот видите прямым хватом хватаем и вытягиваем петлю и продолжаем таким образом вязать до конца ряда то есть ничего сложного в этом нету мы просто вяжем точно такой же ряд только в другую сторону видите наша коса приобретает форму заводим сначала сюда под переднюю вершину вот эту и под следующую галочку вытягиваем петлю на крючке и провязываем повторяемся и провязали теперь смотрите вот у нас вот эти вот петельки мы с вами сейчас после того как провяжем ряд до конца мы их поправим поставим все видите на место и вот такая коса у нас с вами получается как только мы довяжем до конца ряда закрываем ряд снова вяжем вот такой же вот ряд дополнительный и следующую косу следующий ряд косы мы вяжем точно также в эту сторону как первый ряд получается после того как мы провяжем третью косу третий ряд с косой мы вяжем опять дополнительный последний четвертый дополнительный внутренний ряд и последний ряд с косой у нас будет точно такой же изнаночный да то есть с этой стороны мы его будем вязать чтобы косы смотрели в эту сторону и так я довязала свои обе половинки вот так вот они выглядят и теперь смотрите нам нужно их соединить как и каким образом мы их будем соединять берем крючок и вот видите на одной из половинок я не обрезала нить то есть она у меня еще продолжается от матка вот здесь вот куда мы с вами вязали вот этот вот внутренний ряд смотрите если мы все отодвинем вот так вот вот здесь открывается вот она петелька от внутреннего ряда вот в нее нам нужно вставить крючок таким вот образом вот видите вот эту петельку внутреннего ряда вот как это выглядит на изнанке теперь мы захватываем нить вот эту петлю и вытягиваем ее на эту сторону петельку подтянем и теперь смотрите что мы делаем дальше с обратной стороны то есть вот с этой стороны вот у нас есть то же самое есть петелька внутреннего ряда мы вставляем крючок захватываем нить и провязываем соединительное вот что у нас с вами получается теперь вот здесь следующая петля мы вставляем крючок точно так же вот видите вот эту если мы отодвинем петельку и вот здесь у нас откроется вот она петелька внутреннего ряда мы вставляем в нее крючок захватываем нить вытягиваем вяжем соединительную вот так далее вот здесь вот она видите если мы отодвинем следующая петелька внутреннего ряда мы вставляем крючок под нее захватываем нить и вяжем соединительный столбик вот что у нас получается далее на другой половинки точно так же петельку внутреннего ряда мы захватываем нить вытягиваем и вяжем соединительную вот такой вот вариант соединения у нас с вами получается и на обратной стороне опять соединительная с этой стороны соединительная и с этой стороны соединительная вот так видите вот такое вот соединение у нас с вами получается красивая и аккуратная теперь таким образом нам нужно с вами провязать так вот сейчас поставлю вот до сюда то есть вот до вот этого момента мы провязываем полностью все дно вот этого момента то есть это чуть выше середины нашей сумки для чего нельзя сделать ровно половину это если мы оденем с вами ручки цепочку или что-то еще да она у нас будет перекручиваться эта сумочка поэтому для большей устойчивости мы провязываем чуть больше половины так что вот здесь надеюсь более менее видно соединение нашего рисунка и вот таким образом мы вяжем до нужного нам момента я довязала до конца ряда не остался вот такой вот промежуток здесь от начала до конца у меня 24 сантиметра мне в принципе этого достаточно вот так вот это выглядит у меня вот такой вот получается рисунок красивый аккуратный и теперь обрезаем нить и прячем ее то есть могут ее здесь достанем и желательно одеть вот эту вот вот этот кончик наш на иголочку и вот здесь несколько раз закрепить то есть обычными стежками как мы шьем сумки здесь мы можем сделать молнию пришить либо можем оставить вот так вот то есть ничего такого здесь нету все зависит от вашей фантазии мне например нравится вот так больше без всяких застежек ничего такого видите она не открывается не видно спокойно можно пролезть сумочку и вот такая вот сумочка у нас с вами получается теперь по поводу ручек смотрите вот так будет выглядеть наша сумка с вот такими вот маленькими короткими ручками все это дело нужно будет еще хорошенько отпарить придать ей хорошую форму и вот что у нас с вами получается вот такая вот сумка мне очень нравится как она смотрится эти ручки можно одеть поближе вот сюда можно сделать немножко подлиньше то есть все зависит от вашей фантазии вот так вот она будет смотреться с ремешком то есть вот здесь по краям я одела карабины и длинный ремешок с мешком конечно получается очень классно то есть вот такая вот сумочка можно носить с ремешком можно ремешок убрать и носить просто с ручками можно одеть цепочку то есть вот таким вот образом на те же карабины можно одеть цепочку смотрится это тоже симпатично можно убрать ручки и просто одеть цепочку смотрится это тоже классно также можно одеть просто ремешок и смотрится это еще красивее чем цепочка если честно ремешок точно также может быть любого цвета например как и здесь аквамарин вообще цвет шикарный очень классно это все смотрится точно так же это может быть и комбинированный ремешок с цепочкой тоже выглядит неплохо здесь у меня бордо такой вот ремешок смотрится классно это также может быть вот такая вот ручка для клатча и вот таким вот образом мы можем носить нашу сумку то есть с этой стороны но если вы хотите вот такую вот ручку то вот здесь лучше сделать замок из молнии чтобы у нас ничего лишнего не высыпалась из нашей сумки и смотрится это тоже очень шикарно это вариант вот с такой вот ручкой видите ручка шикарная у нее вот здесь получается через бусины вставлена проволока либо металлический каркас я не знаю как это объяснить ну в общем вот так вот мы надеваем ручку на карабин и вот наша сумка готова и так спасибо всем кто смотрел мое видео до конца ставьте лайки если вам понравилось подписывайтесь на канал переходите на него посмотрите там есть очень много других разных видео у меня есть также еще один мастер-класс но он уже платный тоже по сумке из но там сумка шоппер то есть пляжная сумка что еще хотела сказать развивайте свою фантазию то есть как я вам сейчас показала можно использовать кучу вариантов можно пользоваться разными аксессуарами идеями то есть можно взять даже несколько аксессуаров можно взять пару разных ремешков можно взять цепочку и носить это все по настроению то есть сегодня вот такая ручка завтра у нас будет ручки две маленькие кожаные послезавтра у нас будет ремешок через плечо и так далее еще раз спасибо всем и до новых встреч пока пока